читаю я чат на твиче так что пишите там задавайте какие-то вопросы которые там интересны не интересны вам фнатики мауза фнатики мауза первая игра была достаточно любопытной фнатики взяли того героя которого мы все жаждали увидеть это был разор наконец наконец да потому что он до этого оказался только в бане покрытия опять же баня просто заменяются от игры в игру висп многосирена out world devour почему где там антимаги бэтрайдер фреон магнус дома не ну магнус ладно там лайфстилер вот он вот он лайфстилер что-то да не просто сетку типа убрали значит убрать того против кого сетка хороша и вот он бэтрайдер опять для кошку видео хотя может будет расхвата будет не на играть и опять вивер опять дранайт пойду посмотрю получилось ли нам будет что-то так о да изи бризи еще тут у нас а где кстати история есть заехала поднял 62 цента это успех это успех но надо еще на что-то поставить на что-то такое плотное о боже уртал снэйк коэффициент матча против альянс 11 и 6 11 и 6 соло выходи 11 и 6 причем альянсы понятное дело вот в таблице тут видно да что альянсы идут с абсолютным результатом пока 40 10 секунд 5 секунд и завтра Отлично Поехали дальше Пикабаны, да Вивер, ДК у Фнатиков Опять же, Фнатики сразу показывают, чем они будут играть Есть уже Бэтрайдер Что против Вивера, что против Драгонайта Неплохая тема Есть также Рубик Которого мы тоже сегодня видели Против Вивера, который там ворует Шикуча И тоже себя неплохо чувствует И Будет ли еще какой-то дизейбл В исполнении Моус Спортс Который поможет им Противостоять этим двум героям Да, есть мнение, что люди пишут Вивер продолжает побеждать Все дела, интересно, сколько винрейт Винрейт очень высокий у Вивера и у Лайфстилера Это факт Визаж, кстати, тоже неплохо себя показывает Пишут, да, 11.7 Ну да, да, коэффициентам на Рутлснейков Просто запредельные Я даже не знаю Что там дальше будут брать Моуза Еще по два Точнее, два пика Моузов осталось Да, и один пик у Фнатик Кого? Мидер, скорее всего, у нас будет Бэтрайдер Возможно, Фата В принципе, она возможно будет и Койка Мы в прошлый раз видели Койку На Бэтрайдере Который, кстати, очень быстро вынес себе даггер Но потом Что-то пошло не так Пак Фанатикс Угу Пак Все-таки для Фаты будет это Пак Тогда Бэтрайдер будет опять Койква Да Пасса у нас На Рубике будет играть Чен в бане Для Синдерена Которого брали в прошлый раз И Кого же возьмут в этот раз Для Синдерена Может, Казак какая-то лесная В принципе, еще осталось Сейчас, я думаю, мы станем свидетелями Того, что возьмут именно для Синдерена Оставляют на последок Для Блэка героя Не палят Пока что его Ну, кого можно здесь выделить Наверное, Алхимик В первую очередь Есть еще Антимаг Хотя я не уверен, что Антимаг тут отлично заезжает Но против Игра, на самом деле Если хорошенько его так запилить То неплохая тема Но таймлапс на 16-м левеле Стоит ноль маны Поэтому ее не особо комплексует Если мы начинаем бить лицо Пишут у меня 98 очков Фэнтези поинтс У кого сколько? У меня, кстати, там что-то 60 вроде с чем-то У меня как раз, я же говорю Работнул Датан перезагрузил Да, его нормально И так О, что там Плохо О, 94 показывает Норм, норм Так кто же меня так затащил Пока что тащит, да Дэнди Мы видим Лода Иксбокт Смайлевич Чуань Вот эти три, кстати, не считаются Не помню там Что надо делать или не делать Или оно должно считаться Или не считаться Да, да Опять Опять Звук Дота ТВ Вопрос из зала Добрый вечер Буни Флетчер его задает Как ты думаешь Стратегия маузов по фарму На интернешнл Действенно И сам говорит Что пока вроде нет Она не действует Потому что не оформляют Этот фарм для Блэка Ему реально не дают Фри фарма Абсолютно И вот он антимаг для него Да, да, да Я практически уверен Что сейчас Будет чуть ли не Трипла против этого антимага Стоять И не будет ему давать Вообще подходить к крипам Будет карать его моментально Это будет не удивительно Потому что именно так Действует против команды маузов Спортс просто Изничтожают Блэка Вот и все Мауз спортс Торн ту бан Последний бан остался Кстати Бэйна Забанили сейчас Фнатики Хороший бан Остался еще Кстати Бистмастер Бистмастер дает И атак спид Который важен антимагу И хороший Дизейбл точечный Там против Вивера Против Драгон Найта Неплохо заезжает Почему бы например Не взять Бистмастера Но это все будет дальше Последняя роль Пока еще Тогда получается Бэтрайдера придется Отправлять в лес Чтобы Бистмастер Формил Хардлайн Там Эншентов И все в этом духе Спрашивают Где инмейт Инмейт спит сейчас Рядом со мной Ничего страшного Друзья Не волнуйтесь Тоже второй день подряд Он у нас вот так вот Проводит Надеюсь Чуть дальше К интернешнл Он уже будет В более свежем Адекватном состоянии Венчфул спирит У Фнатик Венгавиномансер Два Ну Я даже не знаю Насколько Олдскульных суппорта Это Сложно вообще Представить Действительно Как давно Начали брать Этих пацанов Точнее Даму и пацана Или Даму и нечто Для того Чтобы Оборонять Своё древнее строение Ну Венгавиномансер Классик Классика Жанра Угу И Ласт пик Для маузов Вот Будет ли это Бистмастер Или же Вот Ивенгу Взяли Например Да Фнатики Ага То есть Ничего Целенаправленного В принципе Пока не видно Синдерен будет Играть У нас Наджакиром Угу И напоминаю Друзья Что это Бест Оф Два Серия Команда Фнатик Ведет Со счетом 1-0 Я даже не знаю Что можно еще добавить Вторая игра Либо ничья Либо победа Фнатиков И укрепление При Не то что Преимущество Они закрепляют За собой Первую позицию Так же как и команда ДК У ДК Уже счет 5-1 Так Блэк Тут у нас Глэйзмин Номад Эйджи Любопытные Такие Сабельки Насмешка Да-да-да Все стандартно Хфгл Глхф Понятно Что все Желают друг другу Удачи Видим Что Койко Опять На Бэтрайдере Фатопак Паралям Короче Все Вообще Абсолютно Понятно У Баузов У Фнатиков Так же Нутейл Виномансер Хани в миде На Драгоннайте Эра На Винге Трикси У нас Играет На Вивере И Флай На Визаже Забег По Вражески Лес Оформляет Команда Фнатик Винга Должна забегать Первая Следом За ней Какой-нибудь Виномансер Или Виномансер Даже Первый Как-то тут Странные Перетусовки Делают Ребята И Мне кажется Ни к чему Хорошему Они не приведут Сейчас Нотейл Может спалиться Причем Поставил Вард Именно сюда То есть Антипул А не Чтоб Полить Вражину Ну и разбегаются По своим Позициям Хани На ДК Будет стоять Миди Как я уже говорил Трикси Будет стоять На Изи Лане На Вивере И Трипла Будет стоять В Сложной Причем Трипла Опять же Очень убийственная Очень хорошие Скиллы Одни из самых Таких Драчливых Героев В хорошем Смысле Этого слова Постоянно Постоянно Могут напрягать Эти пацаны Винга Забегает В инвизе Видит Она ТХД Тут же Фата И Рубик На самом деле Если кого-то тут Цеплять То это надо Либо ТХД Либо Рубика Правда Рубика Лучше У него на 100 ХП Целых Меньше Вот он Стан Гель Главное Разбежаться Главное Грамотно Разбежаться И Естественно Грамотно Разбегается Команда Фнатик Попадает Сначала Вдвоем Под телекинез Потом Втроем На айс пас Великолепное Исполнение И понимание Вообще Позиционных Задач При ганге Но Тем не менее Видим Антимаг В миде Против Хани Чем это плохо Для Хани Тем что Антимаг С монобрейком Не будет Оставлять ДК Вообще Маны Он уже Очень сильно Напрягает Но Я думаю Что ДК Тут тоже Будет непросто Как-то через Боттл Да Отпился Задул Отпился Задул И все Будет хорошо Так Трикси Получает Там Левел 2 Шокуча Джимни Это так Вот это Противостояние Да Вивер Против Бэтрайдера Мы видели Это Не так Давно Буквально Там Полчаса Назад И там Вивер Умудрился Отдать ФБ Против Вот этого Бэтрайдера Который Кстати Сейчас Уводит Крипов Ну Самое Интересное Скорее Сего Будет У нас На Трипле Да По поводу Вот Фарма Антимага Видим Мы Что Блэк Действительно Понял Стоять Там На Легкой Она Будет Нифига Нелегкая Крипам Он Не Подойдет И Занял Позицию В центре Хороший У него Криптан Так же Как И У ДК Неплохой Опять же Долбанный Звук Говорит Что Бинт На Звук Какой Бинт На Звук Если Я Все Я Больше Ничего Вообще Не Клацаю Ну И Опять же Трипла Вроде Экшеновая Трипла Но У Моузов У них Очень Много Сейвов У них Телекинез У них Фейсшифт С арбом И У них Естественно Айспад Еще Так У нас Флаз Наберет Второй Левел Будет У него Уже Плевочек Винга Через Ауру Качается Кстати Террор Не Качает Ага Тут у нас Налет На Хане Просто Разбойное Нападение На ДК И Забирает Его Антимаг Забирает Его АМ Очень Важная ФБ Для Блэка Сильный Буст Более Для Соло Мит Мантимаг Получает Уровень Вкачал Он Уже Дважды Плюсы И По Одному Разу Каждый Из Своих Скиллов Сбалансированный Достаточно Билд Очень Сбалансированный Так И Что там Дальше Дальше У нас Блэк Возвращается Налайн Ага Блэк В магазин Сбегал За кольцом Сейчас Он Будет Против Этого Харасмента Вообще Отлично Себя Чувствовать Его Толком Даже Если Пробьет ДК То Там Во-первых Щиток Неудобно Бить Антимага Во-вторых Опять же Даринг оф хелс Который Дает ему Текущий Реген 6 И Одну Десятую Хп В секунду И Антимагу Просто Класть На Этого Драгонайта С его Вторым Брисфайром Так что ДК Стоит Сосредоточиться На том Чтобы Бить Крипов Вот и все Потому что Антимагу Вряд ли что-то Сделает Сейчас Мы Видим Трикси 5 Стаков На нем Висит Напалма Забегает Он на Койкву Ну нормально Нормально Кстати Пробивает Причем У Койквы Нету Регена И Ему то Лучше всего Уйти Скорее всего Со своей Позиции Ага Боттл Летит Просто Койкве Мана у него Фуловая Конечно А Вот Хп Не хватает Критически Ну и Ладно Так Ханни у нас Тем временем С дубль Дэмэджем А вот Дубль Дэмэджем Можно и Получить По лицу Я уверен Считает Блэк Причем Мана Сейчас У Ханни Хватает Уже На стан Просто Можно Подойти Дать Стан В табло Антимагу И Навесить Ему 2-3 Подачи Да Эра Как-то Подразводит Пытается Подразвести На стан Точнее На фейсшифт Пака Пак Не Разводится Естественно Пак Тоже Сконцентрирован И Готов Ко всем Этим Уловкам Койка Уровень Пять С копейками Такой же Спокойно Но ФБ Произошло Именно На Том Лайне Ага Вот Сейчас Ханни Подрезал Немного Блэка И Сразу Жиги Фортификации Блэк Уводит Крипов Ханни Гонится За этим Пацаном Тут Отлично Подрезает Блэк Лишает Маны Драгон Найта Но ДК И Так Нормально Пробивает Блэк Нужно Очень Осторожно Выбирать Куда Блинкаться Потому Что Блинк Только Первого Уровня И Радиус Небольшой Хотя Радиус Тут Увеличивается Только На 75 Он Байтил Просто Кстати У нас Только Что Ханни Койка Три Стака Накинул Но Дальше Лететь Почему Не Стал Нет Просто Флеймбрейка Пока Что Так Можно Было Бочкой Чуть Поближе К себе Пододвинуть Еще Разочек Накинуть Или Даже Два Стаки Загореть Даже Первым Файрфлайм На самом деле Можно было Устроить Движ Эра Эра Замерзает И Промахивается ТХД Так Дальше Там Что У нас Уханни Уханни Бот Лабузится Еле-еле Живой Летит Этот Ослик Точнее Это Зебра И Трикси Что ПТ Себе Соберет Скорее Всего Чего Тянуть Да Действительно Пауэртретт Появляется У Вивера Ну И Вот Такие Вингави На Мансер Понятно Что Эра Сейчас Подфармливает Практически По Максимуму Сколько Он Может Выжать Крепстат У него Такой же Как У Пака Кстати Оно Понятно Да Там Три Плана Три Пустоят Но Вот Не Отваживаются Нападать Муза Потому Что У них Более Такой Защитный Сейчас Пик Но И Фнатики Не Нападают Потому Что Они Пока Еще Не В Состоянии Кого То Сильно Завкусить Ну Слишком Много Сейвов Опять же Слишком Много Сейвов Вот И Все Да Целитель Дмитрий У нас Уже Спокойненько Почивает Минут Десять Наверное Ничего Страшного Перекемарил Бы Первую Игру На вторую Быворвался Со Свежими Силами Не Смотри На Меня Так Че Что Происходит Ты В Киберарене В Киеве Я Понял Почему 1 0 Счет И Вообще Сейчас Игра Идет Сейчас Фнатик Маус Вторая Игра Печаль Так Смотри Станк Блэка Ну Такое Такое Не Зачем Его Похеряли Почему Блэк Стоит На Топе Ну Изначально Он Стоял В Центре Это Было Логично Потому Что Там Я Думаю Что Был ДК И Каба Антимаг Изи Стоит Против него Да Дальше Того Что Выжигает Фуллман Так Ну И Вот Сейчас Можно Был Дать Стан И Как раз Побежал Под Минус Армор Антимаг И Зарезать Его На Что То Нет Поддержки Эр Шформила Получается Венга Да Эра Формила Виллер Кстати Внизу Убивает Бэтрайдера Делает Он Это Соло Наконец То И Дабл Дэмэдж Просто Был У Трикси В этом Моменте Может Быть Конечно Дабл Дэмэдж Но В тот Раз Конечно Трикси Смотри Поймали Сейчас У нас Пацанов Из Ушел И Неприятный Такой Момент В первую очередь Для команды Фнатик Естественно Именно Моральный Момент Неприятный Потому что Вроде бы Почти Убили Этого Антимага А тут Клац И все Опять По новой Так Трикси Трикси Уже Харасит Тауэр Такс Раз Все Вернулись Мы Боттл Койка Прилетел Полторашка У него Есть До Даггера Еще Минутки Три Четыре Думаю Ему Стоит Пофармить Р ПТ И Лингов Аквила Уже Готовы Венги Не хватает Правда Еще Уровня Был бы Шестой Можно Было Спокойно Свапать Рубика Всяких Да ВДК Еще Подошел Сейчас Они Вместе Будут Выжигать Тауру За секунды Конечно Ауру Венги Это Что-то С чем Да Ну И Вторая Вышка Для Фнатиков Сам Вторая Вышка Это Перевес По Галде Он И так Уже Был Примерно В 1500 В Их Пользую И Прям Тоже Сейчас Скачкообразный Такой Перевес Скорее Скачкообразный Вилан Блэка И Кстати Да Пытался Заблочить Спаун Но Не Получилось Беда Вот Вот Как раз Десять минут У нас Прошло И Там Около 3000 Преимущества У команды Фнатики И Они Почти Сомали Еще Один Тавер Просто Сейчас 100 ХП Потеряет Тупо Из Того Что Горит Спасим И ДК И Трикси Снизу Не Перестает Напрягать Вот Там Как раз Прилегающая Кошка С Инвиза Ну Слушай Таверат Фнатики Ломают Очень Активно И На топе Вот Эта вышка Тир 2 Она Очень Сильно Страдает И Трикси Сейчас Очень Хорошо Пробивает Тир 1 На ботами Такой Топ 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 Пробежал Так На топе Там у нас Заварушка Сейчас Флай Флай Зацепили Флай Минус Блэк Отличный стан У Блэка Есть Блинк Блэк Успевает Уйти Опять Вот эти 50 ХП И вот Что с этим Делать Пас Тоже Выживает Сейчас Но нет Бриз Файером Забивает Ханни Забивает Забирает Не знаю Назвать Как угодно В общем Делает Минус И Рубик Отправляется Отдохнуть К праотцам Появляется Тем временем Дайгер Также У Бэтрайдера И Это минус Синдерен Хорошо Вот Кстати По поводу Синдерена Я с тобой Хотел Очень Так Важную Тему Затронуть Нафига Они его взяли Нам нужно С тобой Серьезно Поговорить Да Обязательно Сейчас самое Время Вот уже Если я не ошибаюсь 6 часов По Киеву И вот Лучшие Возможности Просто лучше Времени уже Не будет Именно сейчас Обсудить вопрос Как раз По душам Полезности Синдерена Вообще В целом В доте Скажем Полезность Его Крайне Мала Потому что Игру за игрой Я наблюдаю Только за ним Ты знаешь Я вспоминаю Сразу же моменты Когда он играл За Mortal Teamwork Когда там Хони Баджерс Вот эти были Много коллектива Где играл Синдерен И где бы он Не играл Всегда Выделялась Его Слабая дота Вот постоянно Любой коллектив Да Может быть он играет Не самыми топовыми Игроками Но его было постоянно Видно Что он постоянно Совершает ошибки Микро ошибки Да Да Вот эти микро ошибки Но которые потом Вытекают В макро Проблемы Макро ошибки Да Именно так Триксис Опять с дубль дэмэджем Вивер Ему прям прет На руну Это с тех пор Я проснулся Я проснулся Он уже дважды Её подобрал Возможно Что было Ещё один раз И смотри Опять Развели Отлично Боже ты мой Может он лететь Ну как это всё Глупо получилось Такая глупая смерть Так Теперь без пака Можно ломать Т2 тавер Это Катастрофа Это карма Опять звук Смотри Забегает дальше Триксис Находит он паса Причём Если бы Рубик был шестой Был мог опять Спереть шикучи Но у Рубика Нету шестого И не будет шестого Мне кажется И походу дело Не сегодня Ну слушай Так Остановили здесь Триксис Молодец Ну Рубай это не Спасёт Ну там Джимин эта атака Да Даже если бы это не убило Сейчас убило в следующем Отлично Опять Хани Как он успевает Прожимать Это разрыв Это анал Кардавал Это 15 13 минута Это Под фонтаном Просто гоняют Причём понимаешь Тир 2 Вышка стоит Если чё Там Тир 2 Там Тир 3 Пацаны под фонтаном Бьют команду Маус Вдвоём Вдвоём Это ДК И Вивер Хани И Трикси Это ещё Массажиста с ними нету Да Слушай Сейчас вот Утащили у нас Кой-ква Точнее Утащил он Эру У Эры Есть свап Он пока что Его не тратит Может быть Сейчас Хани Он поменяет С собой Нет Эра Просто отказался Сдавать Хани Я бы на самом деле Свапнулся Слил бы Дерган Найта И у меня Всё было хорошо Загуляли немного Фнатики Откровенно скажем И пока что Это им ещё Не сильно Аукнулось По деньгам Мы видим Уже 7500 Преимущества По опыту Три с половиной Четыре тысячи Делать что с этим Дальше Не ясно Потому что Забирайся ТВ Т2 В центре Т2 Снизу Рошана ХГ Закончили Да 17 минуты ГГВП Вот же второй дракон Пошёл Ну как бы Это очень много Смотри Сейчас первый дракон Будет быстрее 18 минуты Играя Или нет По-моему я ставлю Что не будет Я тоже ставлю Просто смотри Сейчас вот они На драконе Залетают Убивают Снизу тавр Пока он ещё Действие Не успевают Забрать тавр В центре Потом Когда окончается Ульта дракона Проходит 60 секунд Появляется Почти следующая ульта С ней они забирают Рошана И поднимается На хайграунд Сейчас кошка улетает Его видит В том и дело Что кое-кого Сейчас Ну не выдаёт Никакого Коэффициента полезности Такого Ну серьёзного Нужно было Бруду пикать Хоста Оставляют хосту Добирают Важные артефакты Какие-то Как урна Которые Обратите Кстати внимание То что Винги На восьмом уровне Стан Вкачан В единичку И играет Винга В основном Через Крик Аурку И плюсики Да То есть Она вот Именно Эта винга За счёт Просто Разницы В уроне Разницы В арморе Просто Сильно Больше Стан Не становится У Винги От времени И раскачки Ульты Не ульты А этого Стана Да Там на одну десятую Секунду Да Как бы Додаётся Это разве Стан Поэтому Может быть Плютус На дэмэдж Эра Сейчас будет Выдавать Максимальный ДПС Ручной Антимарте Временем Ручная 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 Сборка Через Лассо Койку Забрали Этого Товарища И Появляется БКБ У Драгон Найта Минус Рож Айгис Моментально Забирает Эра Кстати Эра А не Хани Например Хани Я думаю Лучше всего Это Вемеру Пригодилось Но Хани Тоже Неплохо Хани Тоже Может залететь На пофиге Потанковать Побить Таура Во второй Форме Адам Ну и Следовательно Ну и так Те время Миллер Убедили Хани На хосте Догоняет Синдерена Синдерен Умер Да Здравствуй Синдерен Сдувает Его ДК Unstoppable Уже Хани И сейчас Можно Пытаться Завести Еще Разговор С Блэком На Темы Не столь Отвлеченные Ну вот Я смотрю Нетворс Опять же Ситуация Идентичная С прошлой Игрой Три Игрока Играют Лучше Чем три фармида Да Именно Другой команды Вибер 7700 7500 ДК 6000 Венга И 6000 Антимаг Вот Венга И антимаг 10 тысяч по голоде Уже есть перевес На 17 минуте Что ты понимал 29 к 18 Ну 19 Да Еще одна вышка Отправляется На свалку Я не знаю Куда попадают вышки После гибели Какой-то вышечный рай Может у них есть Мышечный Не знаю Не знаю Какие-нибудь Места обитания В дальнейшем Сейчас немного Не хватает мышечного Релаксанта Чтобы В Нирване Видите пару матчей Мне кажется Ты вот Минут 10 В начале игры Сидел В Нирване Нужно этим пользоваться Нужно пользоваться Так нужно пойти И зайти на хайграунд Сейчас закончится Да, да, да Плюнуть на то Что он пушит Потому что с антимагом Но это борода Вот так вот туда-сюда Отбегать Иди ты закончишь игру В чем проблема-то С таким перевесом Так Кстати Мне тут любопытно Твитерок Твитерочек Давай Блин Не хватает Еще 44 человека До 15 тысяч Ладно Я пока тут Говорил про свой Твитерок Твитерочек Вивер Забрал Бэтрайдера Вместе с Вингой Они это Организовали Покушение на убийство И вышку тоже Кстати Можно сейчас сбривать Ну вот Кладется Макропиран Уводятся крипы Из-под Таура Это не мешает Плевать Просто Просто бить Тауэр Вот есть ДК с второй формой Который выжигает Эту вышку Просто своим видом Одним 100 хп за удар Ну вот Понимаешь Что вышка Сейчас Ну никак не могут Абсолютно Никак не могут Задефить Потому что У них есть Один инициатор Это Бэтрайдер Все Иди убеждай Там есть конечно Еще Фата Тоже вроде как Инициатор Но Фата уже Стоя раз получал Хвостом в лицо Что я думаю Это раз он никуда Вот смотри Залетели Эру поймали Эра погибает Но у Эры есть Аегис А паста уже Все У вас Аегиса нет Отлично Кстати Фата сейвит всех Ставит он Дримхойл И Ну вот Хани поздно Кстати прожимает БКБ Очень много Он под Тауэром В Равке находился Фата Фата Еще на плюха И добивает Снова хвост Добивает Фату Да И посмотри Один и два Нету вышки Может забирать бараки Куда они отходят-то Отходят? Ну типа битые мы Какие битые? Иди убивай Что тебе этот Антимаг сделает У него тысяча хп Смотри Его вивер просто выжигает Что бэтрайдер А вообще шансы не оставлял Вот этот вивер Продолжает На миде Куковать Ага Куйку просветили Очень странное решение Пока вы сильнее Отойти И когда вот Все отресаются А появится ульта У бэтрайдера Мы пойдем И снова попробуем Их запушить Непонятно Да-да-да Действительно Немного не ясно Винга Кстати аганим Будет делать С устроенной Верное решение 10 секунд Вроде бы Кулдаун С аганимом Это верное решение Ну и опять же Вот тема С разрывом Лассо С лапом Она очень прикольная Потому что Можно моментально Если среагировать Вы по сути Ничего не теряете Просто с аганим Винга может Настолько далеко встать Чтобы тендер Ее вообще никак не вывесит И следовательно Спасать своих тиммейтов Правда меня смущает Что вот По левелам Немного отстает Конечно Эра Хоть у него Все хорошо По фарму И проще Но по левелам Он от своих тиммейтов Отстает И вот ровно Сейчас Со змеющим Он получает 11 И получается Второй свап И теперь Уже рейнджа 925 С 1000 До аганима Сейчас просто Виверу не хватает Немножко вот демеджа И ему бы Какой-то Дезолятор Пока что С лихвой Делает Ох Хорош Какой свап Что же Ханис Лягил Ханис Вот достает Ну кстати Яд то висит Сейчас И дагер Все равно Не может Сработать Скажем так Хотя вот Сейчас прошел Кулдаун Будут прыгать на Ханис Будет прыгать на Ханис И не допрыгивает Смотрю Имейт В отчаянии Просто реально Как-то Жалко Что не среагировал Быстр Ханис Вот Можно же было сказать Дракон сам его сделает Все за тебя А ну тем более Тогда вообще Все намного Больше упрощается И поэтому Можно было Среагировать Проставить Сделать Станы И как только Это случилось Умер бы Бэтрайдер И сейчас Уже ломалась Т4 Вторая вышка Мда Так Бэтрайдер У нас пока Немного Погорел Бэтрайдер Там Латар И все дела Бэтрайдер Понятно Будет Форстав Вот эти стандартные Опять же Билды Пока никто Ничем не удивляет У нас Триксик С Блэком Блэк Уже показывает Триксик Ну просто Вот антимаг И Блэк Шутки с ним Плохи Надо идти И заканчивать Поэтому Я вообще Не понимаю Почему Фнатик Терпят Может Сейчас есть Все Абсолютно Все Необходимые Предметы Которые Нужны Чтобы Выиграть В эту Игру Ну на самом деле Тут нужна Просто Действительно Одна Драка Более-менее Нормальная Дождались Смотри Упака Даггер Появился Да Просто Идешь И ломаешь Зачем Что-то Ждать У вас Все Есть Даже Есть Шрадо Блэйд У Дерон Найта Ну просто Сейчас Вот они Дождались Этого Даггера Упака Сейчас Тому же Виномансеру Будет намного Сложнее Ультировать Вот он Будет Забегать У него Сразу Клац И Сайланс И все И Веник Будет Практически Бесполезен Ну Хоя В крови Взыграл Может Трикси Тем временем Ты еще Семьсот Денис Посмотри Где Одних Сибирал Вторые Крипы На карте То есть Различие Между Антимаг Хорошо Прыгает На Трикси Дает Целую Отличку Заданал Двух Крипов И Аганим Винги Сколько Там Сейчас А еще Еще Не Прилетел Вот Да Кулдаун 10 Секунд Переджи Такая Была Да И Можно Еще Использовать Не только На героях Там Скрипами Как-то Свапаться С кем Угодно Короче Смоук В исполнении Fnatic Рубик Это круто Смоук Это класс Находят Рубик Находят Его Стан Но он Успевает Уйти В Шикуча Если Просветка Нет Просветки Нет И тут Жим Митали Выдают Все Раскасты В него Минус Пас Вот Опять же Теперь у них есть даже чуть больше чем было необходимо Чтобы затейных играл И они не идут Почему? Терпилы Терпилы С натики Чейтор А мы помним Что они на 15 минуте Под фонтаном гоняли противника Да Вот Когда Казалось бы Это глупо Они туда идут А когда Самое оно Цая терпит Но не будут они дефать Сейчас без Рубена И вы могли сломать тавру на топе Толк с этого барака в центре Он уже рейнджевой И сломается сам Просто со временем Просто можно было снести Лишних 500 хп тавру На топе Но нет Дождемся Пока появится Рубик И противник Получит развязанные руки И начнет драться Фэйрплей Фэйрплей просто Я недоволен Ну залетает Тем не менее Хани Хорошо пробивает Он вышечку Там сносит По 50 хп стабильно С удара Плюс еще яд наносит Ой-ой-ой Бэтрайдер Ну лол Опять ошибка от Бэтрайдера И Пак Тоже врывается Дает сайленс И того вышку сломали И того вышку сломали И сейчас надо просто Добивать Барак И только будет Снесен Барак Делать тп Смотри Поймали Койку Просто поймали Койку Пас отлично Ворованный Ворованный Свап Использовал Но Синдрен Под Ядом Блэк пришел Блэк после его стал Блэк умер Толк с его фарма Ломай Барак Уходи Почему Бараки не добили Все Доту сломали У меня Доту сломали Посмотри Да у меня тут Тоже какие-то Какой кошмар Зеленые лучи Только что были Эти ребята делают Это каждый раз Знаешь почему? Потому что даже тут Не вносит такого Тупника Сбили линку И вот тут Трикси приехал Хотя нет Дэмэджи нету А вот пришел Дэмэдж 335 Голдишки В общем Сейчас Фнатики Имели отличную возможность Снести вторую линию Даже если бы Они здесь Сдохли Полным коллективом Это уже было Минус 2 Лайна На 27 минуте Так рано Заставлять команду Дэфить сразу Две стороны Это Многого стоит Из хороших новостей А Антимага убили Из хороших новостей Товарищ из Valve Просит Четвертый Канал Старладера Запустить матч Альянс против Вратал Снайк Потому что Наша игра Все еще идет А то есть Мы будем свободны После этой игры Пока не факт Но вот И не факт Что примут Четвертый канал Кто там у нас Четвертый Майл Или Матрикс Не помню Не помню Вроде бы Майл Просто если он Запустит Альянс Вратал Снайк Будет Прикольно Мы сможем Поесть Разузнай Можно Подробности Так Появляется Дезолятор У Вивера Дальше Что еще Можно собрать Этому Виверу Такого Ну не то Что Понятно Есть что Собирать Там МКБ Кристаллис Прочая фигня Смотри Заходят Заходят Фнатики В наглую На базу Давно пора Барак Геминг Давай Давай Второй ловай Да Действительно Антимага нету А что им еще бояться Что нет то Иис Давайте так же Отошли Сошли Убили Вон Дрикси На пофигу Еще эти Колодцы Ломает Потому что В курсе Что если Колодцы Не сломался Бляд Секса Не будет Так Убили Тоже умирает Проигрывает Тем Тем Больше Верои Верои Убили Есть Есть Тоже Продолжение следует...